Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в гостях у портала Иисус православный миссионер и екатизатор Сергей Комаров. Добрый день, Сергей! Здравствуйте, Алексей! В качестве темы для сегодняшнего видео мы решили взять цитату из первого послания Петра. Там апостол Петр говорит о том, что вы, христиане, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взяты его дел. Что значат эти слова? Ведь все мы знаем, что есть священники, которые совершают литургию. Как понимать, что все христиане это царственное священство? Есть святые, которые прославлены церковью. Почему христиане называются народом святым? Как провести эти границы? Здесь очень много уровней понимания. Давайте начнем с того, что эта фраза имеет некую аллегорию в Ветхом Завете. Еще в Ветхом Завете Бог говорил израильскому народу, вы будете у меня народом царей и священников. Это значит, прежде всего, то, что только в израильском народе был от Бога данный царский статус и священнический статус. Вот такое каноническое, скажем, священство и царство. Но это также некое пророчество о будущей христианской жизни. Что имеется в виду? Кто такой вообще священник? Если говорить о священстве. В Ветхом Завете священник это тот, кто приносит жертвы. Жертвы приносились животные, да, и в жертву приносились разные продукты. Мука, пшеница, соль и так далее. То есть приношения были вещественные. Однако в Новом Завете апостол Петр пишет, сами как живые камни устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ага, оказывается, по мысли апостола Петра, христианин это храм. Петру вторит апостол Павел, он говорит, вы храм Божий, Дух Божий живет у вас. О каких же жертвах идет речь? А вот если мы откроем Новый Завет и Ветхий Завет, мы увидим указания на духовные жертвы, которые должен человек приносить Богу в глубине своего сердца. Например, жертва Богу Дух сокрушен, говорит псалмопевец Давид. То есть покаяние это некая духовная жертва Богу. Жертва хвалы прославит тебя Господи, говорит тоже псалом. То есть молитва имеется в виду, прославление Бога это духовная жертва. В Новом Завете мы находим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, говорит апостол Павел. То есть святость тела, чистота тела, может быть девственность ради Господа, мученичество, да, это приношение Богу, духовная жертва. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковыми благоугождается Бог, пишет апостол Павел. Для него благотворение и общительность это некие жертвы. Благотворение и общительность, в смысле общительность средств, да, вот милостыня. Что еще? Апостол Павел пишет о том, что ему дана благодать совершать священнодействие, благовествование Божие. То есть он рассматривает проповедь как некое священнодействие. Кстати, апостол Петр тоже акцентирует именно на проповеди внимания. Он же говорит, вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть вы священники, когда возвещаете совершенство Бога, когда проповедуете. Вот что еще? Что еще? Там много мы можем о духовных жертвах. То есть покаяние, молитва, святость тела, проповедь Слова Божьего, милостыня. Это все духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом, когда они совершаются во имя Христова. Вот как мы служим литургией, мы же большую часть молитв адресуем Богу Отцу, но через Иисуса Христа, Иисусом Христом. Вот такой и тут принцип. Преподобный Максим Исповедник писал, что человек — это храм Божий, жертвенник — это ум, сердце — это престол. И вот на этих жертвеннике и престоле человек должен совершать духовную литургию, духовное жертвоприношение внутри самого себя. Вот эта идея о человеке, как о храме Божьем, она просто потрясающая. Больше нет ни в одной религии. И, кстати, первое об этом сказал Христос. Он же говорил иудеям, разрушьте храм сей, я в три дня воздвигну его. Иудеи думали, что это он профактический храм, говорит, иерусалимский. А Иоанн Богослов поясняет, это он говорил о храме тела своего. То есть вот идея о человеке, как о храме Божьем, это идея, которая исходит от самого Христа. Он был храмом Божьим, да, в нем жил Бог. Вот, допустим, праздник введения во храм Пресвятой Богородицы мы празднуем. В чем суть этого праздника? В богослужении говорится, храм входит в храм благодать совводящей. Прекрасно, то есть Богородица тоже была храмом. И на Руси говорили, храм не в бревнах, а в ребрах. То есть конечная цель освящения это человек. Человеку Бог говорит, что он хочет в нем жить. Приду, тот, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет, и отец мой возлюбит его, и мы с отцом придем к нему, и обитель в нем сотворим, говорит Христос. Мы молимся Царю Небесный, утешителю души истины, прийди, вселися вны, скинесен энэмин, то есть создай скинию в нас. Вот эти вот потрясающие идеи христианские о человеке, как о храме Божьем, они по сути должны быть основой нашего христианского сознания. Да, кто я? Я храм. И кто сквернит храм Божий, того покарает Бог, говорит Господь. Почему же так получилось, что в нашей традиции, в общем-то, свеществом чаще всего называются только те, кто так или иначе участвует в совершении ритургии? Да, дело в том, что в Библии есть идея о царственном священстве всех мирян, и там, кстати, еще есть много аспектов, которых я не сказал, и есть идея о иерархическом священстве. Мы видим, что апостолы рукополагают диаконов, рукополагают пресвитеров. Там же интересная модель прослеживается в апостольских посланиях. Апостол Павел пишет Тимофею, рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Оказывается, Тимофей тоже мог рукополагать. Кого? В другом месте говорится, обвинение на пресвитера, принимая не иначе, как при двух или трех свидетелях. Ага, значит, Тимофей мог судить пресвитера. Очевидно, он и рукополагал пресвитеров. А его кто рукоположил? Павел пишет тому же Тимофею, возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Получается, апостолы рукополагали учеников. А кто был такой Тимофей? По преданию церкви епископ. Первый епископ Эфеса. Ученики апостолов уже рукополагали других дьяконов, пресвитеров и так далее. Титу апостол Павел пишет, для того я ставил тебя на Крите, чтобы ты закончил недовершенно и поставил по всем городам пресвитеров. Вот эта иерархия, исходящая от апостолов, она возникает еще в апостольское время. И мы видим, что это особое служение, иерархическое пастырское служение в церкви. А есть еще общее священство всех мирян. Здесь одно другому не мешает. И, кстати, пастырем, священникам, иерархическим не может стать человек, который прежде не стал представителем царственного священства мирян, то есть христианином, крещенным миропомазанным человеком. И, кстати, вот еще вдобавок к этой нашей первой теме, на царство и на священство помазывали в Ветхом Завете. И мы ведь тоже помазаны в таинстве миропомазания, мы помазаны Духом Святым. И мы тоже в некотором смысле должны это царское священническое служение исполнять. Вот о царском, о священническом мы сказали. А вот царское, да, как исполняется в нашем мирянском случае? Во-первых, человек был изначально создан как царь творения, как венец творения, как священник творения, как царь творения. Человек должен был отвечать за весь мир и вести весь мир к духовному совершенству через личностное самосовершенство, да, через личный путь к Богу. Человек в грехопадении утратил эту модель царствования, он стал потребителем. И вот христианство, оно возвращает человека от этого рабского статуса к царскому статусу. Каким образом человек, христианин, должен быть аскетом и управлять своим внутренним миром, своими страстями и желаниями. Мы полноценные участники царствия Божьего и будем соцарствовать Христу, как и Христос, как и в книге Апокалипсис нам представлена некая картина славящих Христа людей, там уже в загробном царстве, которые говорят, он соделал нас царями и священниками. То есть соцарствование Христу в Царстве Божьем это тоже одна из идей священного Писания. Ну и в христианстве человек восстанавливает свой изначальный царский статус даже в таком проявлении, как послушание природы человеку. Вот в житиях святых мы видим, что львы лижут руки святым, опасные животные приносят им пищу. Творение подчиняется человеку, когда человек становится свят, когда в нем живет Бог. Это тоже восстановление попранного царского статуса в человеке. И еще одно сложное место цитаты это народ святой. Как понимать эти слова? Да, агиос по-гречески, по-еврейски кадош святой. Это слово означает прежде всего отделенный, отделенный от мирского и профанного и греховного для жизни с Богом. В Библии есть понятие отделения, освящения. Допустим, Бог говорит Моисею, отдели, освяти, мне для жертвоприношения такие-то предметы. Вот скиния была святая, все, что было в скинии, сосуды богослужебные, это все было святое. Также есть понятие святых людей, отделенных от греха и мира для Бога. Вот народ израильский, он тоже был отделен законом от всех остальных языческих народов. Мы должны быть святы перед лицом Божьим по мере приобщения к нему, к его святости. Вот христиане святы не своей святостью, а Христовой. По мере уподобления Христу мы можем воспринять его святость, которую он нам дарует, вот эту богочеловеческую святость. И святость — это не только отделенность для Бога, это данность, с одной стороны, поскольку мы, живя в церкви, уже святы по факту причастности к церкви и Духу Святому. Как вот чаша выносится на причастие, говорится «святая святым». Но святость — это также и направление жизни, некий вектор жизни человека. Когда мы говорим про того или иного святого, называя его святым, мы не имеем в виду, что он пришел в какое-то духовно-нравственное совершенство. Не обязательно, но путь его жизни был святым. То есть это такой вектор движения к Богу, всегда к Богу, всегда о Боге. Поэтому святость — это и данность в некотором смысле, и сверхзадача, которую еще нужно достигать. Спасибо большое, Сергей, за то, что мы могли нам разобраться в таком важном и непростом месте Священного Писания. Спасибо, Господи. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему лайк, подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующих роликах.